2 июня у нас в Доме правительства побывал лидер ОДПР Леонид Сауткий. Видимо, это была все-таки такая попытка поддержать своих партийцев в регионе. Мы давно здесь не видели федеральных вождей ОДПР. Правда, сейчас на ПМФе запустили этот искусственный интеллект, этот Электр Жириновский. Электр Жириновский, да. Украина, Бартийское болото, полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Сильно ли все это поможет нашей ячейке ОДПР? Вы о них что-то слышали в последнее время? О поступках, о делах? Нет, мы про них никогда ничего не слышим. Они появляются там на краткий период, 2-3 недели во время выборов. Ну, там билборды появляются. Да, вешают свои синие-желтые, ой, нельзя же говорить, да, синие-желтые, да. И вообще, кстати, надо бы разобраться с ЛДПР в этом смысле, да, с их колористикой. То есть, как-то, может быть, там, заявление куда какое написать. Ну, ладно. Так вот, да, мы их вообще никогда не видим, не слышим. Но вообще, ну, ЛДПР в Башкирии – это совершенно такая незаметная сила. Обычно представленная одним-двумя, там, депутатами где-нибудь в Госдуме и в Крултаю. Ну, я вообще прогнозировал, например, в этом избирательном цикле, вот в этом сентябре, по итогам выборов в Госсобрание, пожалуй, что ополовинивание представительства и КПРФ, и ЛДПР и прочее. А справедливая Россия вообще не получит никаких мандатов в нынешнем Госсобрании. То есть, вот такой мой прогноз. Так что, ну, визит Слуцкого назвать каким-то значимым событием точно нельзя. Ну, вот Шехмидов тут недавно у нас был, сказал, что если раньше вся партия работала на имидж Владимира Вольфовича, то теперь партия работает на образ Владимира Вольфовича, но уже на мертвого. Ну, вторичность этих партий… Безумные ролики там Владимир Вольфович предсказал, там такая ванга такая. Да, да, да. Нет, вторичность этих всех наших псевдооппозиционных партий, ну, я имею в виду КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, там еще там несколько карликовых организаций, эта вторичность теперь уже начинает воплощаться, ну, практически в любых их действиях, да, в том числе, например, вот как вы сказали там, в поминании покойного Владимира Вольфовича, да, то есть, ну, у них… Он был единственным реальным, ну, по крайней мере, медийным активом этой партии. То есть, все остальное… Ну, Слуцкий не оправдал доверия, выглядит бледно, довольно-таки спорная репутация у человека, там вот это рукоблудство, еще что-то там, значит, ну, да, как-то вот все… Ну, не то это, не то, не торт, не торт. Ну, еще плюс оригинальный скандал, и мы помним, что неудачная попытка ВДПР в январе присвоить одной из улицов имя Жириновского, то есть, тоже не в кассу, не зашел абсолютно, и вызвал еще и скандал в нацкругах. Ну, да, но это был достаточно необдуманный поступок в том плане, что надо было взвешивать заранее, то есть, я как политтехнолог все-таки, ну, уже устал упрекать вот эти вот организации в том, что если у них нет собственных мыслительных ресурсов, ну, они, может быть, обращались бы к кому-нибудь, там, брали взаймы их. Но люди не подумали вообще, как это будет выглядеть, не спрогнозировали, какие будут отзывы, то есть, сработали против себя, я имею в виду вот эту попытку названия улицы. Ну, глупость обычная, вот так. Ну, а как политтехнолог, как вы оцените возьму вокруг КПРФ? Я напомню, что буквально в течение месяца у нас прошел ряд сходов за Урале, где жители выступали против золотодобычи, на что КПРФ ответил внезапно устами Рескома гневным письмом, обращением, что осуждает членов своей партии, которые принимали участие в этих сходах. Если бы они об этом не заявили, я бы даже не знал, что там были лишь коммунисты, вот на самом деле. Да, я тоже. Вот. А таким образом, на ваш взгляд, выстрелили ли они себе в ногу, или, может быть, еще куда-нибудь, отсекают ли они таким образом себя от электоратов за Урале? Да, и потом последовывающее обращение училинских коммунистов, которые поддержали Баймарских. Там чуть ли не разлад начался в партии, они, по-моему, даже выразили не... Нет, ну, они осудили позицию Ющенко и Кутлугужина и так далее. И потом выстрелил Ющенко, который осудил уже училинских коммунистов. Ну, естественно, они взаимно друг друга осудили. Да, как вот это все можно отсудить? Ну, как это водится вообще у коммунистов еще с прошлого века, они периодически, значит, раскалываются на части и осуждают друг друга. Но КПРФ в Башкирии давно и основательно выбрала себе тактику получения каких-либо результатов. Ну, я имею в виду, их результатами можно считать только наличие какого-то количества мандатов, например, в госсобрании. Я вывожу за скобки мандат Ющенко, потому что это, в общем-то... Ну, формально-то он, конечно, башкирский депутат в Госдуме, но на самом деле не очень, потому что он там креатура Центрального комитета партии, там, Московского... Личный прискатаж уголовного, да? Да, и так далее. То есть, потому вот для них вообще результатами является наличие мандатов в госсобрании. И они давно и основательно приняли такую тактику, что чем больше мы будем нравиться и чем больше мы послужим действующей региональной власти в электоральном цикле, тем о большем количестве мандатов мы можем говорить на выборах. То есть, сейчас они пошли ровно тем же путем. То есть, вот случился вот этот кризис за Урале с этими сходами, протестами и оскорблениями вице-премьеров. И они подбежали поближе к власти, сделали ей приятно, как бы попытались опять набрать эти очки именно в глазах власти. Что говорит о том, что им, в принципе, безразличен, наверное, электорат за Уралия. И как бы они мудро определились с тем, что, в общем-то, здесь ведь главное не как голосуют, а как считают теперь уже, как говорил Иосиф Виссарионович. Соответственно, что им этот электорат за Уралия, плевать на него хотели. То есть, получается, сливают протест для увеличения количества своих мандатов? Конечно, да. Я так это трактую. А вот у чилинских, байманских коммунистов теперь накажут, а там с этом? Ну, давайте трезво смотреть на мощь и значимость у чилинской, баймаксской ячейки КПРФ. Давайте без иллюзий на это смотреть. Это довольно незначительное собрание людей, которые по большому счету ни на что не влияют. Но да, они варятся в собственном соку, но у них есть некий кружок, клуб, который они ходят, называется училинский или баймакский райком КПРФ. Вот и все. То есть, опасаться их влияния на умы и сердца населения республики Высший Харстастан я бы не стал. Как вы оцениваете шансы внука Зюганова, Леонида Зюганова, на брать хоть какое-то количество голосов на выборах мэра Москвы? Коммунисты выдвигают его. Да, я слышал об этом. Шансы стать мэром абсолютно нулевые, а сколько он процентов наберет, это, наверное, важно для самой КПРФ. То есть, 7 процентов наберет, 6 процентов. Это такая промокомпания, то есть, попытка вывести его на федеральный уровень? Я думаю, да. Это такая достаточно примитивная, какая-то архаичная попытка запустить некие механизмы наследования власти, в том числе и в политической сфере. То есть, партия упадет ему в руки? Ну, возможно. Дело в том, что партия, ну, в моем представлении КПРФ заканчивает свой жизненный цикл, как бы ее цели, ее задачи локальные и глобальные достигнуты, надобности в сознании россиянов в коммунистическом сегменте в партии уже практически нет. Существует запрос на некие левые движения, но более современные левые движения, то есть, и КПРФ никак им не отвечает, соответственно, значит, оно постепенно должно быть как-то, должна исчезать эта партия, ну, примерно с теми же темпами, как будет исчезать поколение тех людей, которые вот не могли жить без наличия коммунистической партии вот в собственной стране, да, то есть, вот эта вот потребность, она увядает, и также и партия будет увядать. Так что на ее место наверняка придут какие-то иные левые движения, потому что сейчас запрос на левое движение очень большой и в мире, и в России.